Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Хотела записать очень много видео, но вижу, что свет, что называется, уходит из када. И это видео, оно достаточно легкое для меня, потому что я просто вам расскажу о том, как я готовлю рисовую воду, почему я на нее перешла. Я, наверное, уже две недели, возможно, чуть меньше, возможно, чуть больше, мою волосы исключительно оптанами. Но, внимание, оптаны – это то, что мы можем сделать, прежде всего, из индийских трав. Именно оттуда пришло и понятие. Именно оттуда приходят и составы, хотя мы можем взять разные травы, например, амла, например, еще что-то, шишикай знаменитый, который пенится, прекрасно промывает волосы, и намешать в пропорции, которые подходят нам индивидуально, что называется, под себя сделать. И могу сказать, что индийские травы совершенно точно сушат славянские волосы, будьте очень-очень внимательны, поэтому оптаны хорошо. Я, например, очень люблю амлу, давно ее не использовала, сейчас добавляю амлу, расскажу, как в рисовую воду, и очень-очень довольна результатом. Итак, рисовая вода. Однажды у меня уже был опыт использования рисовой воды, я готовила ее традиционными двумя способами. Первый способ – мы берем достаточное количество риса, например, полстакана, и заливаем стаканом воды, настаиваем сутки минимум, настаиваем двое, а то и трое вода начинает бродить у нас, но при этом, внимание, появляется именно запах брожения, он достаточно приятный, он похож на запах кваса, он похож на запах ржаного хлеба, он не вызывает, скажем так, каких-то неприятных эмоций. Вот такая вода, забродившая, в которой началась реакция брожения, она считается более полезной для наших волос. Что при помощи этой воды рекомендовано делать, что делала я? После самого традиционного мытья шампуня можно вот такой водой вместо кондиционера волосы ополаскивать. Что мы получаем? Ну, мы получаем какое-то мнимое, на мой взгляд, здоровье, потому что протестировать волосы неделя, скажем так, либо даже месяц, либо два месяца на вот таком ополаскивании и не на таком ополаскивании никто из нас не может, мы не можем в одном и том же отрезке времени проэкспериментировать и сказать, да, было вот так, стало вот так, либо никак не поменялось. И могу сказать, что я вот прямо-таки на здоровье волос никак не чувствую ни рисовую воду, ни мытье рисовой мукой, ни любой вообще мукой. Но могу сказать, что волосы сами по себе становятся при этом лучше. Они не выглядят блестящими или здоровыми, хотя, на мой взгляд, я пока, по крайней мере, еще блеска не получила на своих волосах. Но вот когда я рассказывала, что от каких-то средств совершенно точно помню от уксуса, и, возможно, кстати, от рисовой воды у меня появился блеск на моих волнистых пористых волосах. Но что мне всегда нравится после рисовой воды? После рисовой воды волосы становятся, что называется, они имеют вот такую структуру. Возможно, кто-то скажет, что волосы уложены волнами. Нет, они просто высушены феном для, что называется, скорости, чтобы поскорее высохли. И вот такие волны получаются. Волосы имеют, на самом деле, как будто бы большую плотность. Я искренне всем рекомендую это средство, если уж не как уходовое, а именно как стайлинговое. И для стайлинга нам подойдет любая вода, настойная сутки, либо настойное до брожения. Второй способ делать рисовую воду – это варить рис и варить в достаточном количестве воды. И когда рис уже готов, мы, в общем-то, эту воду сливаем, которая излишне, и таким образом получаем рисовую воду. Вот этот состав, он совсем вязкий, он очень мутный, и его, кстати, тоже можно довести до брожения. Но почему-то мне больше всегда нравилась именно вода, настойная первым вариантом. Возможно, потому что, ну, прям-таки нет ощущения чистых волос, когда мы ополаскиваем волосы, когда я ополаскивала волосы рисовой водой после варки риса. Как я делаю сейчас? Я не знаю, почему я раньше до этого не догадалась. Но сейчас я ни разу не настаивала рисовую воду на самом рисе. У меня достаточное количество дома рисовой муки, потому что старший ребенок имеет неприносимость глютена, поэтому рисовая мука всегда у нас есть. Кто пользовался рисовой мукой, знает, что, по сути, это мука, которая, ну, вообще не растворяется. Это рис очень-очень-очень мелко перемолотый. И поэтому я подумала, раз, в общем-то, это просто перемолотый рис, почему бы мне не замочить муки? Достаточное количество, примерно четверть стакана муки нужно меньше, чем самого риса, потому что рис не перемолотый занимает просто-напросто больше объема, перемолотый меньше объем. Соответственно, четверть стакана и плюс стакан воды. И у меня получается рисовая вода. Я много раз рассказывала, что сейчас зимний период, и в квартире у нас не жарко. И прекрасно моя вода сохраняется при комнатной температуре. Я не убираю ее ни за окно, ни в холодильник. Она стоит при комнатной температуре примерно 19-20 градусов. И первую воду я использую, что называется, по необходимости. Она настаивается сутки. Я мою волосы, опять же, опционально, либо при помощи шампуня, либо сейчас расскажу, как я мою волосы вторым способом и ополаскиваю просто рисовой водой. И тогда не требуется полоскание водой сверху. Сложно себя перебороть. Оставить эту рисовую воду будет казаться, что на самом деле волосы будут не промыты. Но попробуйте, возможно, этот способ вам подойдет. Но сейчас я решила дать полный детокс своим волосам. Также еще и потому, что есть время, мои дети на каникулах. И, соответственно, я перешла на вот такие, скажем так, маски для волос. Я замачиваю рисовую муку. Она стоит у меня сутки, возможно, двое и трое. Рисовая вода при этом начинает бродить. Я же по необходимости мою волосы. Я же мою волосы один раз в два дня. Сейчас это связано, прежде всего, с записью канала. Так бы я мыла их реже. Я достаю примерно разбухшую муку, примерно столовую ложку. И смешиваю ее с достаточным количеством амлы. Потому что амлы сейчас у меня очень-очень много. Если у вас нет амлы, вы можете не использовать амлу, а просто взять две столовые ложки, например, рисовой разбухшей муки. И наношу все это на волосы распределяю. На сухие волосы. Поскольку я мою только сейчас таким способом, то, в общем-то, никаким образом другим я не чищу волосы, перед тем, как такую маску сделать. Соответственно, я запрокидываю голову над раковиной. Наношу вот эти примерно две столовые ложки, распределяю муки. И сверху доливаю необходимое количество рисовой воды из того же стакана. Но воды нужно совершенно немного. Если вы будете лить аккуратно, вы поймете, что одного стакана рисовой воды вам хватит. Ну, прямо-таки на два-три использования совершенно точно все еще так же. Зависит от пышности ваших волос, от длины ваших волос, конечно же. Потом я отжимаю волосы и укутываю все это в пакет. Надеваю шерстяную шапку. Все течет, мне очень приятно. Даже если вы вот так вот по окружности головы замотаете, допустим, самообычным бумажным полотенцем, отойдете достаточное количество, все равно все это будет течь, капать. И вот эта течь, капать, это, что называется, никуда не деться, когда мы используем натуральные маски, будь то кефир, будь то мед, плюс яйцо, плюс еще что-то, всегда будет течь, маска стекать неприятно, некрасиво. И все, я потом занимаюсь своими обычными делами. И когда я занимаюсь своими обычными делами, как правило, это уборка, я также еще, что называется, разогреваюсь. Поэтому, в общем-то, мои волосы в тепле, голова в тепле под пакетом, а также шерстяной шапкой. Ну и примерно через час-полтора я все это смываю. Каким образом смываю? Просто проточной водой. Больше рисовой водой не ополаскиваю. То есть вот волосы находятся в такой маске, часто это просто мука, но все-таки чаще есть на данный момент просто потому, что хочу расхламить свои травы, свои оптаны. У меня имеется в достаточном повеществе амлы. Как правило, это 50% амлы, заваренная и настойная также примерно в сутки. И, соответственно, вот такая разбухшая рисовая мука. Плюс рисовая вода для того, чтобы волосы полностью смочить и покрыть. Все. Потом я споласкиваю аккуратно под строй воды, не путая волосы. И потом даю им высохнуть практически естественным способом. И только потом подсушиваю феном для того, чтобы все-таки при помощи расчески я не делаю брашинки, я просто их хорошо расчесываю. И чтобы они высохли у меня, что называется, высохли и не замялись. То есть не замялись, как часто случается с мокрыми волосами. Вот такие волосы я, в общем-то, получаю. Поэтому очень рекомендую вам этот способ попробовать, как уходовый, под большим вопросом. Потому что, ну, на самом деле нельзя пройти тот и тот путь. Повторюсь, делай эти маски постоянно и не делай. Посмотрите, а что же будет. Потому что, конечно же, на здоровье наших волос, как и на здоровье нашей кожи влияет очень-очень большое количество факторов. Кстати, такую рисовую воду, конечно же, можно использовать как тоник для лица. Рисовую воду, забродившую, тоже можно использовать как тоник для лица. Возможно, кому-то не понравится запах. Но, повторюсь, для меня это просто запах поражения, который бывает, например, у кваса. Я, поскольку квас всегда в детстве любила, и он называет у меня приятные воспоминания, этот запах совершенно точно мне приятен. Ну и, повторюсь, как уходовое средство, да, возможно, но как стайлинговое абсолютно точно. Возможно, если у вас вот прям такие-таки волосы, как у меня, пушащиеся, и вы любите локоны, и они способны свиваться в локоны, я ни разу не пробовала. Но вот, пожалуйста, вам такая идея, все-таки такую рисовую воду сделать, и она совершенно точно будет у вас прекрасна. За неделю, а то и полторы хранится в холодильнике. Она будет бродить-бродить, но, повторюсь, она не будет портиться. Вы можете ее использовать как стайлинговое средство. Волосы будут иметь текстуру. При этом они не будут липкими, они просто будут текстурированы. Даже не знаю, как это передать. На самом деле, это нужно попробовать. Кстати, очень многие под моим старым видео, кто попробовал рисовую воду, кто, возможно, пришел на мое видео о рисовой воде, и я знаю о том, что рисовая вода есть, существует и так далее, и оставляю до сих пор положительные комментарии о том, что да, волосы меняются, волосы на самом деле выглядят несколько лучше. Но надеюсь, что они и становятся все-таки здоровее. Желаю всем здоровых, красивых волос, красивых причесок за маленькое количество подаченного времени на эти прически, на эти прекрасные волосы. Это была Яна Скворцова. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok